Региональная казна недополучила сотни миллионов рублей. При этом бюджет Чувашии на 2014 год необходимо увеличить за счет безвозмездных поступлений. Сегодня на очередном заседании правительства Чувашии решалось, куда необходимо направить привлеченные из различных источников средства. Подробнее Дмитрий Ковалев. Санкции зарубежных стран, продовольственная эмбарго – все это отразилось и на экономике региона. Бюджет республики недополучил более 500 миллионов рублей. Впрочем, это стало понятно еще летом. В разы сократились поступления налогов на прибыль от организаций и предприятий. Причина снижения налога на прибыль. Первое – уменьшилась сумма налога перечислена за обособленные подразделениями главными организациями, находящимися за пределами республики. В текущем году поступление по нему уменьшилось почти на 18% или на 365 миллионов рублей. Это такие филиалы, как Сбербанк, Мирсковоги, Росгидро. Но казна республики пополняется по другим статьям. Мы практически увеличиваем неналоговые доходы на сумму 145 миллионов рублей, в том числе в результате эффективного распоряжения государственного имущества и природными ресурсами республики на 74 миллиона рублей. Безвозмездные поступления от бюджета в других уровнях увеличиваем на 1 миллиард 9 миллионов рублей. Хочу отметить, против первоначального плана на 2014 год указанные поступления увеличиваются в целом на 4 миллиарда 833 миллиона рублей. В общей сложности доходы увеличиваются более чем на 400 миллионов рублей. Но растут и расходы. Увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, капитальный ремонт больниц и школ, социальная поддержка ветеранов труда, инвалидов, многодетных семей – все это приоритеты бюджетной политики региона. Мы расходуем республиканский бюджет или в целом даже консолидированный бюджет Чувашской республики на 99,5% по действующим нашим принятым утвержденным программам. Окончательное решение принимает, понятно, государственный совет Чувашской республики. Мы, принимая проект документов, вносим в государственный совет. Дополнительные средства из бюджета направят и на развитие агропромышленного комплекса. Сельхоз товаропроизводителям региона должны выделить более 300 миллионов рублей. Часть этой суммы покроет процентные ставки по кредитам, которые работники отрасли оформили в 2012 и 2013 годах. Кроме этого, небольшое увеличение у нас идет субсидий для личных подсовных хозяйств. И с федеральным бюджетом только на эти цели поступило. С учетом новых это 545 миллионов рублей. Но, к сожалению, все эти средства, то есть эти средства недостаточны для закрытия всех потребностей. Мы планируем закрыть потребность по октябрь месяц, а ноябрь-декабрь будет переходящим. Члены кабинета министров одобрили внесенные изменения в бюджет. Теперь документ должны рассмотреть депутаты госсовета. Митрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика.